Продолжение следует... Если не сложно, пожалуйста, напишите в чате города и место вашей работы. Какую библиотеку вы представляете или какое юридическое лицо вы представляете, чтобы я с вами познакомился сейчас. Так, понятно. Понятно. Ну, примерно понятно. Вы продолжайте писать, если что. Я продолжу. Я хотел бы сразу сказать, что у нас сейчас в нашем чате присутствует Марина Сергеевна Крутова, менеджер по направлению университетской библиотеки онлайн для средних учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Можете задавать вопросы прямо в чат. Отвечу либо я голосом, либо Марина в чате. Ну и в конце мы буквально на несколько минут дадим ей слово, чтобы вы могли с ней пообщаться напрямую и задать вопросы напрямую, если возникнет такая необходимость. Все, кто примут участие в данном мероприятии, в самом конце вебинара, я всем потрачу две минуты, пока Марина будет с вами общаться, выдам сертификаты бесплатные. Электронные, именные. Их можно будет скачать сразу после завершения нашего вебинара. Ну что ж, а теперь давайте начнем. Наша тема сегодняшняя – это университетская библиотека онлайн для средних специальных учебных заведений. И давайте эту тему мы сегодня и рассмотрим. Университетская библиотека онлайн – это флагманский продукт компании Директ Медиа. Компания Директ Медиа начинала свою историю как издательство Директ Медиа, собственно, и сейчас мы остаемся тоже издательством. Но кроме издательской деятельности у нас много других сфер применения наших интересов. Ну и в частности, как я уже говорил, наш флагманский продукт – это университетская библиотека онлайн, то есть ЭБС – электронная библиотечная система, которая позволяет иметь удаленный доступ учащимся до большого количества книг, учебников, учебных пособий, литературы общего назначения. Вот. Но если говорить о нас как издательстве, то мы, собственно, издаем книги. Долгое время занимались издательством различных электронных ресурсов на дисках. Ну и потом наше внимание переключилось на сеть, на интернет, где мы, собственно, и занимаемся деятельностью в области электронных библиотек и осуществляем еще несколько интернет-проектов. Главная страница нашей университетской библиотеки онлайн – многое из того, что я сегодня буду говорить, оно верно и в университетской библиотеке онлайн, которые мы распространяем в основном для вузов, ну и для СУЗов это тоже вполне себе точно так же. А в тех местах, где это немножко отличается, я вам расскажу. Также в конце нашего сегодняшнего мероприятия я вам посоветую, какие еще материалы можно посмотреть, чтобы расширить свои представления об университетской библиотеке онлайн. Что такое университетская библиотека онлайн в цифрах? Это более 125 тысяч книг, из них подборка для СУЗов составляет 35 тысяч книг. Среди наших подписчиков 450 вузов, мы агрегируем более 25% российского рынка ЭБС. У нас представлены более 400 издательств, из них, если не изменяет память, около 150 – это вузовские и СУЗовские издательства. Ну и так далее, прочие большие цифры, которые я уже не буду называть. Что касается состава базовой коллекции нашей для СУЗов. Она состоит из 35 тысяч единиц учебной литературы, из которых более 350 учебников для среднего профессионального образования. Справочная литература, более 1000 наименований. Золотой фонд научной классики, более 1500 книг. Аудиокниги. Ну и, конечно, вузовская литература, которая у нас представлена достаточно широко. В чем наше отличие от других ЭБС, которые представлены на рынке? Ну, у нас больше ведущих и уникальных издательств. У нас очень широкая контентная работа, мы этому уделяем огромное внимание. Шире представлены гуманитарные дисциплины, экономика, управление, финансы, бизнес. Ну и, наконец, полностью представлены собственные книги от Директ Медиа, которые мы всегда выкладываем в нашу библиотеку сразу же, как они у нас выходят. Какие издательства у нас представлены для среднеспециального образования? Арбис, Академический проект, Антология, Априбор, Вышайшая школа белорусского издательства, очень известная, Дашков и компания, Директ Медиа, Драфа, Маршрут, Мир образования, Наука, Репол Классик, Русское слово, Современная музыка, Салон Пресс, Феникс, Физмат Лид, Финансы и статистика, Школьная библиотека, Юни Седана, СпецЛид. Это только основные. Как я уже сказал, мы сотрудничаем более чем с четырьмя стами различными издательствами. Кроме того, в дополнение к базовой коллекции возможно приобрести коллекцию учебной литературы от ведущих российских издательств. Бином, Салон Пресс, Проспект, Феникс, Георд, Дмитрий Буланин, издательство Мефи, издательство МГТУ имени Баумана, Машиностроение, Горная книга. Причем из этих издательских коллекций возможно приобрести книги по модели, по книжному комплектованию, когда приобретаются отдельные книги из коллекции, если это допускается самими издательствами, если они выступают за такую форму, за возможность такой формы приобретения. Несмотря на то, что основное предназначение нашей университетской библиотеки онлайн это агрегирование книжного контента, но один из наших слоганов звучит так, больше чем ЭБС. Смысл этого слогана в том, что мы пытаемся агрегировать различные формы контента и по-разному присутствовать в сети интернет. Во-первых, в нашей ЭБС есть не только книги, но и другие форматы, в частности мультимедийный формат, такой как аудиокниги, видеоролики, различного рода программные продукты, такие как тренажеры. У нас есть... Да, мы интегрированы с детектором плагиата, антиплагиатом. В части проверки работ, выпускных квалификационных работ студентов. У нас есть внешние проекты, не включенные в ЭБС. Отдельные свободные проекты, которые называются Art Portal и Encyclopedia. Это проекты, которые... Ну, второй проект полностью свободный, первый в основном свободный, то есть на нем можно все смотреть, но есть дополнительные преимущества, если вы осуществляете подписку на этот проект. У нас есть... Осуществляется возможность печати по требованию. Ну и, наконец, мы много прилагаем усилий для того, чтобы наши авторы, те авторы, которые с нами сотрудничают, не только, скажем так, профессиональные авторы, которые только этим и занимаются, но и авторы-преподаватели имели возможность продвижения в индексе цитирования. Ну, здесь написано RINC. RINC — это российский индекс цитирования. Но, если говорить в общем, то речь идет о продвижении цитируемости электронных книг вообще. Я про это чуть-чуть подробнее поговорю позже. Наш функционал... В нашей библиотеке три основные роли. Роль библиотекаря, преподавателя и студента. Студент — это самая массовая роль в ЭБС. И у него достаточно обширный функционал, но наименьший из перечисленных трех. Это, разумеется, поиск, отбор и чтение. Возможность подготовки цитат и даже подготовки целых рефератов внутри нашей системы. Ну и некоторые другие возможности. Поисковые выборки, создание поисковых выборок. Можно отложить книгу в свой личный кабинет, позже ее почитать и так далее. Для преподавателя есть еще дополнительный функционал, связанный с преподавательской деятельностью. Ну, в частности, с исчислением индекса цитируемости. Цитирование — он может предложить студентам литературу для чтения. Своим студентам может участвовать совместно с библиотекарем в формировании книгообеспеченности. Ну и еще некоторые другие функции. Ну и, наконец, роль библиотекаря, она самая обширная. Это в пределах вашего учебного заведения библиотекарь — это и есть главный администратор вашей ЭБС, той версии ЭБС, которая реализована у вас. Поэтому у него достаточно обширный собственный функционал. Функционал, кроме перечисленного выше, это различные виды статистики, функционал по работе с контингентом, функционал, связанный с книгообеспеченностью, с интеграцией с АБИС и многое-многое другое. Давайте познакомимся с нашим интерфейсом. Вот главная страница сайта ЭБС «Университетская библиотека онлайн». На самом верху, под номером 1, находится группа меню переходов в другие наши проекты, такие как интернет-магазин, арт-портал, бизнес-библиотека и так далее. Под номером 2, вот тут есть интересный пункт, в частности, такое вот изображение глаза. Это переход, давайте я буду рисовать, чтобы было понятнее. Сейчас выберу карандаш. Вот этот вот значок означает переход к контрастной схеме для плохо видящих людей, чтобы им удобнее было использовать наш сайт и читать литературу. Под номером 3, поисковая строка, у нас расширенный поиск, есть обычный поиск, расширенный поиск, достаточно мощный, с большим количеством опций и фильтров. Вот, располагается поиск на самом верху, ну, скажем так, мы понимаем, что библиотечная культура основана в основном на каталогах и рубрикаторах, но современные информационные системы, они основаны в основном на поиске. И, как показывает практика, как студенты, так и преподаватели предпочитают использовать не рубрикаторы для поиска необходимой литературы, а именно поиск. Поэтому поиск вынесен в самый верх, и это основной инструмент для работы с нашей ЭБС. Под четвертым пунктом, вот, давайте я все-таки буду обводить, может быть, вам не совсем видно здесь. Есть вот такой вот маленький треугольничек, по которому выпадает меню. Собственно, это меню, оно и есть ваше личное, переход в ваш личный кабинет, и именно там хранится все то личное, что у вас есть. То есть, если все остальные функции, они общие для всех, то вот именно в этом пункте меню сосредоточено то, что лично в вашем аккаунте. Например, переход в личный кабинет, где могут храниться ваши поисковые выборки, отобранная вами литература другим способом, отобранная на книжную полку. Для библиотекаря там переход к его функционалу, функционалу библиотечному. Для преподавателя в свой функционал преподаватель может там посмотреть в своем личном кабинете свой индекс цитирования, ну и так далее. То есть, все то, что касается вашей личности, вот, располагается там. Пять, шесть и восемь – это навигационные панели, которые позволяют, некие аналоги каталогов по разным параметрам, которые позволяют искать в нашей библиотеке книги в соответствии с различными рубрикаторами. Полоса семь – это набор баннеров, которые ведут напрямую к популярным разделам нашей библиотеки. Ну и девять – это тоже переход к разделам библиотеки, которые являются наиболее важными. Это верхняя часть страницы сайта, а нижняя часть – вот она. Тут есть тоже важные моменты. Пункт один – это новости. Ну, тут долго останавливаться не буду. Хочу только сказать, что, например, среди новостей очень много новостей про те вебинары, которые мы проводим. Ну и вообще там достаточно много интересной информации, не пропускайте. Под вторым пунктом такая вкладочка, которая вообще присутствует на каждой странице нашего сайта. Первый пункт – это переход к техподдержке, которой можно задать вопрос сразу с сайта. Третий пункт – это подвал, это меню, где присутствуют некоторые пункты, которых нет выше. Если выше мы отобрали только самые часто используемые пункты в виде иконок, то ниже располагаются многие такие пункты, которые есть только в этом меню. Это информация о компании, это переходы к коллекциям различным, тематическим в частности. Ну и многие другие вещи. Четвертый пункт – по нему можно скачать приложения в App Store или Google Play. Бесплатные приложения для использования университетской библиотеки онлайн с гаджетов. Бесплатные имеются в виду, конечно, для тех, кто зарегистрирован в системе внутри вуза или внутри колледжа. Ну и, наконец, пятый пункт – это переход к нашим страницам в различных социальных сетях. Если вы присутствуете в ВКонтакте, в Фейсбуке или хотите подписаться на наш канал в Ютьюбе, вот по этим кнопочкам вы можете к ним перейти вполне. Самое главное в любой электронной библиотеке – это читалка. То есть, ради чего, собственно, все и существует. То есть, как читать книги в электронной библиотеке. Все читалки более-менее похожи друг на друга. Но вот наша читалка, надеюсь, достаточно удобно сделана. Под пунктом 1 находится поиск. В данном случае это уже полнотекстовый поиск по данной книжке. Пункт 2 и 6 – это навигация по книжке. Переход на конкретную страницу, вперед-назад на одну страницу, в начало книги, в конец книги. Ну и дублировано это вот здесь, вот в пункте 6. И еще здесь не приведено. В самом снизу еще располагается вот такой вот движочек, который тоже можно двигать и перемещаться по книге. Это в самом низу книги. Пункт 3. В нем я хотел бы обратить внимание на два пункта. Вот этот вот интересный значок, он позволяет вставить до трех страниц из любой книги в ваш сайт, ваш блог или куда-то в другое место, везде, где вы можете вставлять код, HTML-код. Обращаю ваше внимание, это легальный способ цитирования, даже не просто цитирования, а вставки достаточно значительных фрагментов из книги. После вставки этого кода у вас в блоге или на сайте появляется примерно такая же читалка с возможностью доступа к этим выбранным трем страницам. Количество таких вставок не ограничено, сколько угодно можете делать. Таким образом, это способ создания ваших производных каких-то произведений на основе книг из университетской библиотеки онлайн. Почему этот способ легальный? Потому что книжка берется не текстом, это не перепубликация книжки, это просто способ доступа к нашему плееру снаружи, то есть из любого из ваших сайтов. Дело в том, что каждый раз, когда здесь перещелкивается страничка, у нас в ЭБС считается, эта страница считается, и в конечном вознаграждении автору этот счет учитывается. Так что это легальный способ. Ну и аналогично вот здесь вот есть кнопочка PDF. По этой кнопочке можно за одну сессию скачать до 10% книги для личного чтения. Скачать в формате PDF. Это интересно, конечно, но вообще должен быть. Если вы потом пришлете скриншотик, я тогда, может быть, прокомментирую. Попробую прокомментировать. Если не смогу по ходу дело прокомментировать, тогда адресую вопрос в нашу техподдержку, почему так. Так, вот PDF, но в данном случае имейте в виду, что когда вы скачиваете PDF, в отличие от вот этого первого случая, вот этого вот, да, это только для личного чтения. То есть этот PDF вы ни в коем случае не можете публиковать на сайтах где-то, да, а можете держать только на своем компьютере и читать. Пункт 4. Здесь ряд кнопок, которые позволяют масштабировать, увеличивать, уменьшать масштаб, разверстывать по всей странице, либо вообще открывать на все окно. Вот, ну это все относительно понятно. Под пятым пунктом публикация страницы, переход в режим символьный, когда вам дается, если здесь вам дается полная верстка страницы, то в символьном режиме просто передается та информация без верстки, да, только буквы, слова, которые можно потом копипестом перенести, например, в Word и с ними как-то работать. Ну вот, собственно, и все. Есть у нас еще такой инструмент, но, правда, в последнее время мы его не включаем по разным причинам, но все равно расскажу о нем. Это при помощи этого инструмента можно маркером пометить определенный участок, ну вот не буду сейчас там как-то вот пометить, да, и эти пометки остаются в вашем личном кабинете навсегда, ну, пока вы их не уберете. А у других, разумеется, они не присутствуют, эти пометки, это ваши личные пометки. В нашем книжном плеере, в нашей читалке присутствует такая вещь, как цитатник. Это сохранение участков текста с тем, чтобы потом их где-то использовать. В частности, их можно использовать в мастере рефератов для того, чтобы формировать рефераты из цитат и собственных текстов прямо внутри ЭБС. Конечно, на мой взгляд, удобнее это делать где-нибудь в профессиональном редакторе, в таком как Word. Но вообще, говорю, надо иметь в виду, что Word это платная программа, и студенты не обязаны иметь у себя на компьютере Word, поэтому это вот альтернативный путь. Можно прямо, не выходя из браузера, сформировать и распечатать себе реферат. У нас есть видеопортал на YouTube, видеоканал. Давайте я сейчас дам на него ссылочку. Одну минутку. На котором есть много полезной информации. В частности, есть учебные ролики по ЭБС. И часть этих роликов предназначена для библиотекаря тока, но ряд 3 или 4 ролика предназначены... 4 ролика предназначены для конечных пользователей, для преподавателей и особенно студентов. И в этих, в частности, в этих двух роликах ознакомительный экран и функционал ридера рассказано про самые основы работы с университетской библиотекой онлайн. Поэтому я вам советую, во-первых, посмотреть эти ролики, а во-вторых, если вам будут ваши студенты задавать эти вопросы... Да, сейчас посмотрю. Одну минутку. Давайте глянем. Давайте глянем. Да, у вас, видимо, особая версия. Сейчас я посмотрю. Может быть, у нас прошли какие-то изменения, которые я не отследил. Ну, если так, что жаль. Да, к сожалению, нет у вас. Я узнаю. Может быть, это просто некоторые особенности вашей версии. Пока прокомментировать не могу. Пока прокомментировать это не могу. Так вот, эти учебные ролики, их можно посмотреть. Каждый из них по 10 минут. И этого, в принципе, достаточно вместе с еще одним роликом, который я сейчас вам покажу, для того, чтобы начать работать в ВБС. Но, вообще говоря, и без этих роликов можно обойтись. Но они дают более-менее подробную информацию обо всем, что может студент и преподаватель. Поиск. В большинстве случаев можно обойтись обычным поиском, просто набирая вот здесь какую-то фразу. Но в ряде случаев удобно использовать расширенный поиск. Расширенный поиск с большим количеством опций. Можно искать по издательству. Если точно знаешь период, в который вышла книга, можно воспользоваться вот этой вот шкалой времени, на которой выбрать только тот период, который вам нужен, тем самым сократив поисковую выдачу. Можно искать по книгам, по периодике или по аудиокнигам. Можно включать сразу полнотекстовый поиск по всем книгам. По умолчанию включен поиск только по описаниям. Можно искать по всей ЭБС вообще. То есть по всем книгам, которые есть у нас, либо по тем книгам, которые доступны только у вас. По умолчанию это включено. Можно искать книги с грифом. Ну и тут есть еще ряд фильтров, которые еще можно включить. В частности, можно искать не только по нашему ресурсу, но отправлять поисковые запросы на популярные правовые сайты и так далее. То есть такой достаточно действительно широкий выбор возможностей поиска, которые можно использовать. По поиску есть у нас отдельный видеоролик. И тоже где-то примерно 10-минутный с пояснением всего, как это все работает. Студент, преподаватель и, конечно, библиотекарь могут делать поисковые выборки. То есть в процессе работы над поиском формировать свой список, который будет прочтен или внимательно рассмотрен позже. Выглядит в личном кабинете поисковые выборки вот примерно вот так. Есть вкладка «Мои события». Она по-разному. Вот этот остальной набор вкладок, он может быть для разных ролей разным. Вот такая вот кнопка, такая вкладка есть у всех. В этой вкладке есть под вкладка «Поисковые выборки». Среди этих поисковых выборок есть выборки, поименованные выборки. И уже в этих поименованных выборках именуют эти выборки сами пользователи университетской библиотеки онлайн. И уже в этих именованных выборках кликабельный список самих произведений, который туда внесен. Да, тут вот нет одного слайда, как формируются поисковые выборки. Ну, на самом деле формируются они достаточно просто. В процессе поиска возле каждой книги можно поставить галочку в специальном месте. И как только взведена хотя бы одна галочка, слева возникает висящая кнопка. Висящая в том смысле, что она присутствует всегда, независимо от того, листаете вы эту поисковую выборку или нет. Кнопка «Добавить поисковую выборку». Вот вы просматриваете список, он может быть большой, может быть несколько сотен изданий. Сразу их читать неудобно, потому что сразу лучше отобрать. Вот ставите эти галочки, потом нажимаете на кнопку «Добавить поисковую выборку», именуете ее, либо выбираете вариант «Добавить к существующей поисковой выборке». Вот, и все, они образуются у вас в личном кабинете, и вы потом можете уже вне поиска внимательно эти книги просматривать и отбирать то, что вам надо для чтения. В роли преподавателя есть в личном кабинете возможность интеграции. Собственно, это возможность по умолчанию реализуется. Возможность интеграции в РИНС, индекс цитирования. Ну, в России есть такой сайт e-library, который следит за наукометрическими показателями всех, кто принимает участие в научной деятельности. Для наших преподавателей сейчас это достаточно вопрос серьезный, потому что вообще их присутствие на должностях связано с их цитируемостью. Поэтому мы просто интегрированы с системой e-library, и всякий раз, когда человек входит в систему и обновляет вот эту страничку, появляются показатели, текущие показатели его цитируемости. Такие как индекс Хирша, число публикаций различных и так далее. Это почти полностью тот список, но в e-library он немножко более широкий, а здесь немножко там раза в полтора меньше. Ну, тем не менее, достаточно серьезный список показателей, по которому можно смотреть свои наукометрические показатели. Для того, чтобы это работало, нужно, во-первых, при заведении логина преподавателя следить за тем, чтобы было указано полностью фамилии, имя, отчество, без ошибок и без сокращений. Ну и далее надо смотреть, чтобы в ринце не присутствовал кто-то полный тезка. Если есть полный тезка, то можно при помощи вот этого параметра, spin, отрегулировать точное соответствие, потому что иначе при интеграции может взяться первый из списка полных тезок. Ну, например, наверняка Иван Иванов присутствует в 10 вариантах, да, поэтому здесь надо поставить spin, то есть ваш ID в системе для того, чтобы была нормальная интеграция. При просмотре, предпросмотре книг, то есть когда вы книги ищете и смотрите их, еще не читаете, а просто просматриваете, что это за книга, появляется экран предпросмотра, который содержит вот достаточно много информации. Среди них, среди этой информации достаточно важные вещи есть, которые мы специально вытащили на этот экран, то есть не при чтении это делается, а еще до чтения. Почему мы это сделали? Потому что считаем это важным. А, как известно, любой клик вглубь какой-то информационной системы, он сокращает число тех людей, которые туда попадают. То есть начать читать книгу – это некое обдуманное действие, которое не все совершают. А на предыдущий этап, на просмотр данных о книге, попадает гораздо больше людей. Поэтому такие вещи, как библиографическое описание, и сейчас мы увидим еще список литературы, если он присутствует в этой книге, он оцифрован и он вынесен на предыдущий, так сказать, на нулевой уровень. Это позволяет, еще не приступая к чтению книги, копипейстом взять эти описания и использовать их в своем труде, где-то студентам в реферате, аспирантам, может быть, в своем научном труде, преподавателям тоже в какой-то книжке и так далее. Особенно это важно для людей, которые только вступают на путь научной работы, для которых технические моменты могут означать очень многое. То есть они еще не научились делать правильные библиографические ссылки, поэтому возможность просто взять ссылку в специально приготовленном виде и вставить ее в свой труд повышает их способность к цитированию. То есть, если так, они, может быть, сделают три цитаты без этого механизма, то, имея такой механизм, они могут сократить свой труд и более тщательно поработать над цитатами в своем научном труде, ну, либо в дипломной работе, либо где-то в другом месте. Такая возможность повышает, в принципе, цитируемость. То есть, если человек более аккуратно относится к цитированию, а оно не составляет для него уже технической проблемы, то, соответственно, и в конечном труде будет больше цитат. Ну и те люди, на кого он сослался, получат свои очки в рейтинге цитирования, их цитируемость повысится. Таким образом, мы повышаем вот этот вот, как бы это сказать, ссылочный метаболизм. То есть, позволяем авторам получать большее количество баллов в рейтинге, чем было бы, если бы это была бумажная книга, и надо было бы этим заниматься вручную. Да, вот здесь вот такая схемка простая, которая показывает, как вот этот вот действует, этот ссылочный метаболизм. Тут включается еще один фактор, о котором не было сказано на предыдущих слайдах, но он действует, он очень важный. То есть, если вы, к тому же, еще и автор электронного издания, которое вошло в нашу ЭБС, ну, это касается, конечно, не только нашей ЭБС, а вообще любых электронных изданий, то автор получает сразу дополнительные шансы по цитированию своей книги. Почему он такие шансы получает? Потому что, во-первых, издание его книги осуществляется быстрее, если в среднем издание электронной книги осуществляется за месяц, то бумажные книги, как правило, где-то около полугода. Книга сразу выкладывается в ЭБС, то есть к ней сразу появляется доступ, нет времени, пока она раскупится в магазины или попадет в библиотеки бумажным образом, традиционным образом. То есть она сразу попадает в сеть, дальше действуют вот эти вот механизмы, которые я здесь показал. Книги не только просто добраться поиском, но и из нее легко взять библиографическое описание, которое можно ставить к себе сразу в свою работу. Если эта работа опять быстро электронным образом попадает в сеть, то вот этот вот круг замыкается, и, соответственно, цитируемость повышается за счет вот убыстрения вот этих вот процессов. Для преподавателя это обычно достаточно важно, поэтому вот мы всегда зовем преподавателей, если они являются авторами учебников, учебных пособий, либо самим, либо через свое юридическое лицо, то, где они работают, если права ему принадлежат, приходить к нам и публиковать свои учебники, учебные пособия. Какие у нас есть еще разделы в нашем, в нашей ЭБС, кроме разделов, собственно, посвященных чтению книг, то есть книг и того, что позволяет их быстро найти, есть еще отдельные разделы. Вот есть такой биобиблиографический раздел, который называется «Именитые ученые и писатели», в котором описаны около 2000 великих ученых, великих писателей, а также к ним мы добавили наших писателей, наших авторов, которые в издательстве «Директ Медиа» представлены. Можно найти их просто по фамилии, можно по портрету как-то выбрать. И когда мы попадаем на страничку этого именитого ученого или писателя, мы, во-первых, видим его биографию, которую сразу можно использовать, компилировать в какой-то свой, ну, если не научный труд, конечно, то в учебный труд, в реферат какой-то, в эссе, который часто задают студентам и ученикам. Вот, заканчивается это все списком тех книг, которые этот книг или изданий, которые этот ученый или писатель за свою жизнь произвел. Ну и те из книг, которые из этого списка, которые присутствуют у нас в ЭБС, они сразу в виде вот такого вот списка возникают, и их сразу можно почитать. Вот такой вот разделчик у нас есть. Есть также раздел, это больше для преподавателей интересно, может быть, для аспирантов, который называется «Мои научные интересы». «Мои научные интересы» — это раздел, где ЭБС пытается предложить вам книги, которые, как алгоритм считает ЭБС, вам подойдут. Настроить этот пункт можно по-разному. Есть некий интеллектуальный механизм, который можно включить. Это нечто вроде установки авто. Когда ЭБС следит за вашими книгами, которые вы читаете, делает на основе этого какие-то умозаключения, сравнивает с другими пользователями ЭБС, которые те же самые пункты выбирают. И на основе этого предлагает вам литературу. Это не обязательно литература из прямо соответствующей вашей области, потому что корреляции могут быть более глубокими. Но подборка обычно достаточно релевантна. Кроме того, вы можете и сами настроить этот раздел, введя некоторые теги, связанные с вашей деятельностью. Вот так это делается. Вы можете здесь пункт «Выбрать интересы». И в этом пункте вы можете провести вот такие настройки, выбрать какие-то теги. Либо выбрать здесь пункт «На основе статистики». На основе статистики это такой мини-искусственный интеллект, который применяется для настройки научных интересов. Ну и, наконец, достаточно важный пункт, куда обращаться в случае появления затруднения в работе с ЭБС. У нас есть, ну вот, я выделил такие четыре пункта. Во-первых, у нас есть первые два пункта. Это воспользоваться некоторыми учебными материалами, которых у нас в достаточном количестве есть. Первый из них – это наш учебный канал на YouTube. Далее наша система вебинаров «Директ Академия», которая действует каждый день. Каждый день мы проводим вебинар какой-то. Наконец, воспользоваться техподдержкой, либо воспользоваться услугами персонального менеджера. Давайте вкратце пройдемся по этим пунктам. Ну, я уже привел ссылку на наш видеоканал. Советую вам на него подписаться. Там не только учебные ролики есть, но и много другой интересной информации. Вас там, прежде всего, должен интересовать плейлист, который называется «Функционал ЭБС – университетская библиотека онлайн». Там около 15 роликов расположено учебных для студентов, преподавателей и библиотекарей. Ну и дополнительно я бы вам посоветовал, есть раздел «Практикум автора учебного контента». Он уже имеет общий учебный характер, не связанный с нашей ЭБС. Там много советов, как авторам учебного контента делать свой продвинутый контент, мультимедийный, интерактивный и так далее. Да, по поводу вебинаров. У нас есть, как я сказал, мы проводим вебинары каждый день. И в плейлисте «Вебинары» у нас запись уже более 360 вебинаров, которые мы провели. Каждый вебинар часовой. И там вебинары нет только по нашей ЭБС, по нашим проектам, но и многие другие. Но зато каждые полгода мы проводим набор примерно из 10-15 вебинаров, вебинаров, которые по нашим проектам, наши продуктовые вебинары, в которых мы производим подробное объяснение всех наших проектов. А их у нас не только университетская библиотека онлайн, и другие проекты. Но по одной университетской библиотеке онлайн у нас как минимум 4 темы освещаются. И каждая тема освещается достаточно подробно. Вот это наиболее подробный рассказ о наших продуктах можно найти в записях этих вебинаров. Техподдержка. Как обратиться в техподдержку? Самое простое это по вкладочке на каждой странице. Она может быть либо горизонтальная, либо вертикальная. Там в зависимости от версии продукта, которая обеспечивает техподдержку. Это отдельный продукт, дополнительный используется, программный. По-разному она то снизу страницы, то с левого боку страницы. Вот нажать на такую кнопочку, вкладочку, и выпадает окошко, в котором вы можете задать свой вопрос. В этом окошке надо написать свой e-mail, и имя назвать, и написать, какие проблемы. Вам ответят, если это в течение дня происходит, с 8 до 8, если не изменяет память. Наша техподдержка работает в 12-часовом режиме. То, скорее всего, вам ответят почти в реальном времени. Если, конечно, вопрос несложный, не требует дополнительных исследований. Если нет, ответят позже на почту. Но можно и сразу на почту отправить вопрос. Help.directmedia.ru, простая почта. Можно также позвонить по бесплатному телефону. Либо, да, прошу прощения, бесплатный он в пределах России. Вот 8 800. Либо обратиться по скайпу. Ну, по скайпу это всегда бесплатно. Вот, если у вас только не платный тариф на скайпе. Вот. Единственное, что просьба, прежде чем позвонить, лучше сначала напишите, чтобы не всякий вопрос допускает быстрый ответ. Иногда надо подготовиться людям, поэтому сначала напишите, через часик можно перезвонить. Вот где-то вот такая вот система. Ну и, наконец, последнее. Если вам по какой-то причине нигде вы не нашли ответ, то звоните тогда вашему персональному менеджеру. Ну, в данном случае у вас персональный менеджер Марина. Да, вот она вот в таком вот виде предстает. Марина разрулит ваши проблемы. Если они возникли, может быть, с техподдержкой, как-то вас неправильно поняли, или если вам нужны, может быть, какие-то такие нестандартные вещи, ну вот в этом случае обращайтесь тогда к вашему менеджеру. Как всегда, в конце своей презентации я привожу вот этот вот слайд о том, что все желающие могут получить бесплатный тестовый доступ к ресурсу. И что еще? Вы можете прямо сейчас, ну или в любой удобный момент времени посмотреть дополнительные вебинары, которые пояснят другие аспекты. Например, в этом своем вебинаре я совсем не коснулся специфических вопросов библиотекаря. Формирование контингента и так далее. Вот все эти вопросы вы можете прояснить, вот исходя из вот этой записи вебинара, который состоялся 18 сентября, который назывался «Функционал и сервисы администратора библиотекаря университетской библиотеки онлайн». Вот это тоже примерно часовой вебинар, так что вот в течение него рассказано о вот этих вот всех сервисах. Ну и вообще я хотел бы всех вас пригласить в Директ Академию. Директ Академия – это давайте я вам дам ссылку. Это наша система вебинаров, которую мы ведем уже третий год. В этом году вебинаров особенно много. Мы проводим каждый день вебинар. Следите за… На этом сайте вы можете запросить, подключить себя к рассылке, к нашей вебинарной рассылке. Тогда каждую неделю будете получать информацию на почту от тех вебинаров, которые на следующей неделе будут. Приходите к нам. У нас интересно не только в смысле освещения наших продуктов, но и вообще освещается широкая тематика, связанная с образованием, связанная с деятельностью библиотек, связанная с IT, с электронным контентом, с онлайн-обучением и так далее. Вот наша Директ-Академия, вот наш основной адрес. На этом же адресе вы можете познакомиться с нашим расписанием на целый год и сразу зарегистрироваться на те вебинары, которые вам нужны аж до июня месяца 2019 года. Ну что ж, это, пожалуй, все, что я хотел вам сказать. Задавайте вопросы. И сейчас я хотел бы буквально на несколько минут предложить слово Марине Крутовой, которая тоже хочет к вам обратиться. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Можете в чате написать, слышно или нет? Слышно. Очень хорошо. Меня зовут Марина Крутова. Я являюсь руководителем направления по работе с СПО-компанией Директ-Медиа. Во-первых, очень приятно с вами со всеми познакомиться. Вся работа по СПО будет проводиться в основном через меня. Поэтому вы можете задать сейчас какие-то интересующие вас вопросы. Также можете писать всегда на электронную почту крутого-собачка-директ-медиа.ру В принципе, если какие-то вопросы есть, я попробую на них ответить сейчас. Напишите, пожалуйста, в чате. Да, очень приятно. Если вопросов нет, вы также можете написать. Вопросов нет. Моя цель сейчас просто показаться перед вами, познакомиться. Ага, пока все вроде понятно. Хорошо, еще раз хочу сказать, что все контакты мы вам оставляем, даем. Если какие-то вдруг в процессе работы возникают у вас сложности, вы можете связываться со мной, с техподдержкой, мы всегда доступны. Ну что, на этом тогда попрощаемся. Так, хотелось бы у колледжа узнать. Ну хорошо, ладно. Я так понимаю, что вопросов сейчас нет. Всего доброго. Уважаемые коллеги, давайте тогда будем прощаться. Спасибо за то, что вы пришли на наш вебинар. Через... Не расходитесь, пожалуйста. Через несколько минут я дам в чате ссылочку, по которой вы сможете по своему мейлу или по фамилии получить, скачать свои сертификаты. Я ухожу из эфира, но в чате вам сейчас эту ссылочку дам буквально через 2 минуты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!